Премьер-министр Беларуси Сергей Румас так само принял дел у открытия моста Прозраку-Сош на международной трассе М8Е95. Новую конструкцию взяли за 15 месяцев. На урошистой церемонии побывали и наши корреспонденты. На початку минулого года рух транспорта Прозраку-Мост в Гомельском районе обмежовали, а на проконце жни у него в Оголе заборонили. По заключению специалистов проезд Прозраку мог завершиться трагично. Тогда же весь транспорт у Тымлику Великогрузной накировали у объезд Прозраку-Мель, что створило для города значные проблемы. По-перше, погоршилась экология. По-друге, дороги, по яких рухались шматонные машины, пришли в непригодность. Весной их обязаются доремонтовать. В следующем году, с началом сезона, все дороги, по которым шел транспорт транзитный, будут восстановлены силами Гомель-Автодора и подрядчиков. Подчас открытия моста огучиваются личбы. Должение конструкции – 544 метра. Допушальная нагрузка – 60 тонн. Мост может без проблем вытремать любой великогруз. Нагольный корж с уликами работ по доброму парадкованию – 60 миллионов рублей. Удавництво протягивалось 15 месяцев. Працевали соправды ударными темпами. Ускоренными темпами, при строгом соблюдении всех технических нормативов, здесь использовались как новейшие технологии, так и отечественные строительные материалы. Мост соответствует требованиям безопасности и, как нам здесь сказали, прослужит не менее 100 лет. Мост Прассош на Международной автомобильной трассе – объект соправды необходный не только для великогрузных машин. М8Е95 – прозвитебский Гомель, связывая границы России и Украины. У многих гомельчан на другом березе оказались дачи, да и место для отпочинку тут доброе. Теперь трапить сюда снова будет сручно. Объезд через город – неудобно просто было. Часто в пробки попадали, как бы через город едешь. Город загружен был. Сейчас на данный момент это удобство очень хорошо, очень хорошо, что быстро сделали это. Старый мост, який находится усяго в некоторых метрах, в наступном году разберут, как побудовать новую конструкцию. По словах специалистов, навод при отсутности руху транспорту он протягивает разбураться. Еще выявлены дополнительные прогибы на мосту в самом пролете плохом. Конечно, тут требуется оперативно принять меры по его разборке, чтобы предотвратить аварию.